Почему же мы едим хлеб на протяжении стольких веков? Спросим у нашего гостя, историка кулинарии, летописца русской кухни Павла Сюткина. Правильно ты говоришь, хлеб всему голова. Это наша старинная пословица, поговорка, которая, по сути дела, и отражает отношение к хлебу. Потому что хлеб, жито в России, это все-таки не готовая булка, которую мы все привыкли видеть, а это именно зерно, вот те зерновые, рожь, пшеница позднее, которая и была основой рациона наших далеких предков. Когда же начали печь у нас хлеб? А ответа на этот вопрос его просто нет. Почему? Этот вопрос, он из серии того, вот знаешь, сейчас модно очень выяснять, чей борщ он, там, русский, польский, украинский, там, или белорусский. Так вот, чей хлеб назвать невозможно. И он гораздо старше всех тех наций, которые сегодня его пекут и едят. А другое дело, если мы попытаемся понять, а какой же он был, хлеб, в то время? Какой хлеб? Конечно, в основном черный, ржаной хлеб, ржаной на закваске. Вот это наш традиционный, исторический, скажем так, хлеб. То есть это все равно не тот ржаной, который мы имеем сейчас, а что значит кислый? Значит, смотрите, вот весь хлеб, который печется сейчас в магазине, это уже на дрожжах. То есть классический хлеб вообще состоит из четырех элементов. Мука, вода, соль, закваска. Ну, закваска что такое? В принципе, и сейчас пекут на ней многие, особенно занимающиеся выпечкой дома. Я знаю, что у вас дома живет закваска в банке. Да, она действительно живет. То есть, по сути дела, такая смесь, ну, скажем, дрожжей, грибков, которая просто вот выращивается, да, из старой там корочки, да, вот она постепенно растет. Я вам скажу больше, что в некоторых местах эта закваска растет столетиями. Вот, например, в одном из итальянских монастырей они, собственно, рассказывают, хвалятся тем, что они пекут хлеб на той закваске, которая уже более 800 лет у них вот просто вот растет и растет. Ну, я знаю, что закваску можно и сушить, можно и замораживать. Конечно, конечно. Так вот, что представлял из себя наш тот хлеб? Кстати говоря, удивительное дело. Мы сейчас вспоминаем о той старой кухне. Многие сожалеют о ней, говорят, что, ну, вот, мол, какая она была прекрасная, да, вот сейчас бы ее восстановить. А вот, ежели полистать старинные источники, то все становится как не очень так очевидно. Вот, например, воспоминание приехавшего к нам в 17 веке Павла Олегского. Он пишет, что утром возщики ели черный хлеб, разламывая, как будто он был вкуснейшей халвой. А на самом деле он пах уксусом, да и вкуса имел того же. Мы не могли взять его даже в рот. Вот как это понять? Ну, сегодня-то мы, конечно, понимаем, что та самая закваска, там есть и молочное брожение, и спиртовое брожение, может в процессе этого образовываться уксус. И даже сегодня в некоторых сортах черного хлеба вот этот уксусный запах, он чуть-чуть присутствует. То есть можно сказать, что сейчас мы едим хлеб гораздо вкуснее, чем он был когда-то в Руси? Ну, это вкуснее для нас сегодняшних, потому что эти вкусы, они изменились. Вот в чем штука. И может быть человек, попавший на машине времени, там, из времён Ивана Грозного к нам 21 век, он бы просто кривился и... Вообще бы ничего есть не смеял. Вообще бы, как вы это можете есть, сказал бы нам. Поэтому все относительно. С хлебом готовят все. С хлебом готовят все. Давайте смотреть и учиться. Здравствуйте, я Сергей Сергеевский, шеф-повар. И сегодня я научу вас готовить хлеб в домашних условиях. Для этого нам понадобится мука ржаная, мука пшеничная, мёд, грецкие орехи, изюм и тмин. Начинаем замешивать тесто. Для этого мы с вами берем 750 грамм воды, замесим сюда немножко мёда, добавим дрожжей, соли. И будем теперь добавлять сюда муку, где-то примерно грамм по 700. Добавляем теперь пшеничную муку. И начинаем замешивать с вами. В пост этот хлеб будет самое то. Постный и насыщенный. Так, теперь начинаем мешать на столе. Печь хлеб в домашних условиях не так уж и сложно. Тесто должно быть немножко тугое. В наш хлеб мы добавим изюм, добавим тмин, добавим орехи. Вот прям такие крупные, чтобы они попадались. У нас получилась вот такая вот булка. Чтобы не приставал наш хлеб противню, мы посыпаем муку и выкладываем наш хлеб на противень. Мы ставим наш хлеб в духовку на 40 градусов примерно где-то на 20-30 минут, чтобы тесто поднялось. Но если у вас дома есть любое другое теплое место, можете его расстаивать там. Тесто подошло. Мы доставим его из расстойчного шкафа. Выставляем температуру нашей духовки на 180 градусов. Ждем, пока она нагреется. Тесто сбрыгиваем немножко водой, чтобы наша корочка не была очень жесткой. Мы отправляем хлеб в духовку, выпекаться при температуре 180 градусов на 15-20 минут. Хлеб готов. Но для тех, кто не уверен в его готовности, можно воспользоваться деревянной шпажкой. Если вы протыкаете и тесто остается на шпажке, значит хлеб не готов. Наш хлеб готов. Надеюсь, рецепт моего постного хлеба вам понравился. И вы будете печь его дома. Приятного аппетита! О прекрасном хрустящем французском багете смотрите подробно в нашем сюжете. Мягкий, хрустящий, золотистый, сытный. Сегодня мы поговорим о багете. Багет с его нежным мякишем, хрустящей корочкой и пленительным запахом – истинный символ французской культуры. С самого начала хлеб был круглым, но никак не длинным. В 18 веке 90% нашего рациона состояло из хлеба. Его съедали до полутора килограммов в день. Багет считался хлебом штучным, привилегией аристократии. Поначалу багет был продуктом элитарным. По сути, тесто было то же самое, никакой разницы. Так, корочка лучше получается. Я, кстати, обожаю корочку. А кто-то любит мякиш, круглый, нежный, чувственный. Это напоминает Асафи Марсо. Одним из завоеваний Великой Французской революции стал хлеб для всех. В 1793 году конвент издал декрет, по которому булочников обязали печь один хлеб для всех, иначе тюрьма. Так и появился багет. При рождении он весил 300 граммов и был в длину 40 сантиметров. Это против сегодняшних 250 граммов и 80 сантиметров. Нам захотелось белого хлеба ежедневно. Исторически белый цвет ассоциировался с чем-то прекрасным, чистым, привилегированным. Хлеб же был практически черным. И тогда начали делать белый хлеб даже в тяжелые годы. Очень быстро замешивали тесто и портили хлеб. Получалось быстро, но совершенно безвкусно. Багет – настоящий парижанин. И понадобилось время, чтобы в деревне его признали. Крестьяне предпочитали хлеб, который можно было быстро наесться, и который можно было есть неделю. Багет же был слишком эфемерным, жил всего день. Настоящие ценители даже скажут вам, что его необходимо съесть в течение часа с момента приготовления. Мука, вода, соль и дрожжи. Булочник замешивает тесто, надрезает бороздки и ставит в печь при очень высокой температуре. Шлеб – он живой. Булочник замешивает тесто каждый день. Это как заниматься любовью. Он набухает и никогда не бывает одинаковым. Да и как ужасно было бы, если сегодня мы получали бы в точности такой же багет, как вчера, при потоковом производстве. Невозможно. В какое-то время багет был заклятым врагом врачей, а потом снова обрел популярность. Впрочем, он старается нас ограничивать. Цены на него все выше и выше. У всего есть своя история. Даже у бутерброда есть свои бабушка и дедушка, кузены и кузины, братья и сестры. 500 лет назад великий астроном Николай Коперник, будучи комендантом Ольштинского замка, сам того не желая, открыл для нас это новое угощение. Во время осады в замке началась эпидемия, а причину болезни Коперник увидел в нарушении гигиенических норм. Уронив хлеб на пол, люди спокойно съедали его. Астроном решил намазать на хлеб какое-нибудь светлое съедобное вещество, чтобы грязь была заметна. В качестве такой намазки избрали круто взбитые без сахара сливки, то есть масло. Так родился бутерброд, а инфекция, представьте себе, отступила. Новое блюдо пришлось многим по вкусу и постепенно распространилось по всему миру. Это что касается бутерброда, а истории сэндвича вы сейчас услышите. У этого большого закрытого бутерброда немало поклонников во всем мире. Но откуда взялось это название – сэндвич? Оказывается, таким образом было увековечено имя заядлого картежника Джона Монтегю, лорда сэндвича. Он сумел с честью решить непростую задачу. Как часами не отходить от ломберного стола, но при этом не голодать, да еще и не пачкать карты жирными руками. Англичанин велел слуге накрыть бутерброды дополнительным ломтиком хлеба. Так возникло понятие сэндвич. Для меня сэндвич и бутерброд – приблизительно похожая вещь. Сэндвич это что, накрывается? Не важно. Хлеб с начинкой. Я люблю очень бутерброды. Для меня одна из самых любимых ед – это бутерброды. С детства, наверное, нас приучили. Какой у вас, Тебе, на сэндвич? Я сейчас про бургер вспомнил. Мне нравится вот бургер сам по себе с котлетой, потому что они создали такую формулу, которая 100% побеждает. Она не может ни с чем сравниться. Давайте так. Потрясающе вкусный хлеб. Теплый, свежий, горячий. Котлета. Маринованный огурец. Лук. Салат. Помидор. Кетчуп. Горчица. Все вот это в сочетание. В сочетании вот дает вот этот вкус. И вот это мясо, мясо вот это горячее, вкусное. Все. Ну, нет другой формулы. Ничего, невозможно ничего другого придумать. Вот что бы ты ни положил, может быть, другая еда вкусная. Но вот если вот это, на мой взгляд, это совершенство. Запью сейчас все это. Конечно, сэндвичи – это очень сытная еда. И иногда они незаменимы. Но как быть с таким количеством хлеба? Хлеб человеку нужен, вне всякого сомнения. Мы не можем вообще по жизни обойтись совсем без хлеба. Потому что в нем очень большое содержание, особенно в черном, зерновом. Это витамины группы В, да. Это витамин Е, который необходим и мужчинам, и женщинам. Надо просто выбирать правильные сорта хлеба и есть их в определенном количестве. Наш национальный продукт у нас же совсем не ценится. Очень редко можно увидеть в продаже бутерброда с черным хлебом, в основном с белым. Зато за границей хлеб из ржаной муки почти на вес золота подается только в очень дорогих ресторанах. И еще знатоки утверждают, что самый вкусный хлеб, предназначенный специально для бутербродов, пекут в Англии. Английский тосты – это английский тост. Это классика. Это классика, это толщина, это вкус. Его ешь, ты не чувствуешь хлеб. Хлеб только помогает. Ты ешь начинку, и хлеб помогает тебе понять вкус этой начинки. Иногда в наших случаях бывает, когда ты ешь хлеб, в котором есть начинка. Есть, знаете, такая есть, раньше такая шутка была, чем отличается украинский борщ от еврейского. Не знаете? Украинский борщ кислый сладкий, а еврейский сладкий кислый. Так вот и тут важно есть начинку с хлебом, а не хлеб с начинкой. Да, вот как раз про белый хлеб. Интересно, когда он у нас появился? А вот белый хлеб, конечно, появляется несколько позже. Конечно, белый хлеб – это хлеб праздничный. Конечно, из белого и пшеничной муки, скажем так, пекли разнообразные пироги. Если за крестьянским столом они были редки, то, скажем, какой-нибудь вельможа мог питаться исключительно и белым хлебом. То есть можно сказать, что сегодня каждый из нас себя может почувствовать вельможей, тем самым каким-то богатеем из 17-го века, из 18-го. Потому что каждый день может иметь на столе прекрасный батон белого хлеба. По сути так, но это уже такая наша российская особенность, потому что понятно, что вот та белая лепешка, да, среднеазиатская, она, наоборот, для тех регионов мира является как раз основой, ну, самой такой невзыскательной, да, самой базовой, самой демократической кухни. Свет солнца не мог пробиться к нам сквозь стекла, покрытые мучной пылью. И за дня в день в мучной пыли, в грязи, натасканной нашими ногами со двора, в густой пахучей духоте мы рассучивали тесто. Так описал Максим Горький трудную долю российских пекарей. Об условиях, трудах, хлебопеках в 21 веке рубрика «Контрольное задание». Привет, мы группа «Тутси», и сегодня по заданию контрольной закупки мы с самого утра на хлебокомбинате и узнали о хлебе всё. Мы с девочками очень любим хлеб, потому что я считаю, что это самый необходимый продукт в жизни человека. Именно отсюда мука попадает в цех на первую ступень производства, а сейчас с девчонками мы расскажем, как это всё будет происходить. Это своеобразный миксер, который замешивает наше тесто. Большая труба нам поставляет муку, которая чуть поменьше доставляет жидкие ингредиенты. Это соль, сахар, вода и дрожжи. Сейчас мы увидим, как этот агрегат работает, как он перемешивает и поднимает тесто в разделитель. В тесто-меситель входит 130 килограмм теста. Функция человека заключается всего лишь в нажатии кнопки. Система настолько автоматизирована. Очень удобно, что есть зеркало. Можно наблюдать, как тесто попадает в делитель. Я бы с удовольствием поработала на таком производстве. А сейчас посмотрим, что происходит дальше. Вот наше тесто, которое из делителя попадает ровными вот такими кусочками, примерно одного веса. Сейчас мы это проверим. 462 грамма. Примерно около полкило равнозначных кусочков, количестве 47 штук в минуту, попадает в округлитель. Затем после округлителя тесто попадает в предрастойку, где тесто отдыхает от физических воздействий, чтобы тесто приобрело силу и настоялось. В быту мы называем это тесто томиться. А то, что происходит дальше, вам расскажет Мария Вебер. Ну что ж, наше тесто отдохнуло. И сейчас по конвейеру оно перемещается в закаточную машину, где формируются в тоненькие лепешечки. Ну а при помощи вот этой прижимной доски они превращаются в маленькие батончики. Итак, наши уже сформированные батончики попадают при помощи нехитрых приспособлений в люльки, на которых они отправляются в окончательную расстойку. Ну а в следующем этапе вам уже расскажет Настя Крайнова. Расстоявшиеся батончики попадают на движущийся транспортер, после чего их надрезают, надрезают автоматически. Поверить себе не могла, я всегда думала, что это делается вручную. Но делается это не просто так, для того, чтобы лишний воздух вышел. Пошли дальше. Именно здесь, в печи, батончики становятся поджаристыми и золотистыми. К тому же, они готовятся при температуре от 200 до 230 градусов. 24 минуты хлебушек шоу по печи. Ну вот, наконец, мы добрались до финального этапа производства хлеба. Сейчас наши булочки отправляются в охлаждающий кулер, в который вмещается одна тонна хлеба в час. Представьте себе, в сутки хлебокомбинат вырабатывает порядка 24 тонн хлеба. Осталось только упаковать, и все. Надеюсь, что наша экскурсия группы Тутти вам очень понравилась. Пока! Вот уж никогда не думал, что из хлеба, тем более бородинского, можно приготовить мороженое. Не верите? Вот и я не верил, пока сам не увидел. Для того, чтобы приготовить это оригинальное мороженое, нужно довести до кипения сливки, а затем при постоянном помешивании ввести желтки, полученную массу охладить. Белки соединить с сахарной пудрой и при помощи венчика взбить до кремообразной консистенции, после чего так же, как следует, охладить. Сухари из бородинского хлеба измельчить блендером, высыпать в миску, добавить смесь из сливок и желтков и сахарную пудру. В последнюю очередь ввести взбитые белки. Для того, чтобы они не утратили пышную консистенцию, перемешивать массу нужно лопаткой, движением снизу вверх. Готовую массу отправить в холодильник примерно на три часа. Для эффектной подачи этого десерта использовать бальзамический крем, ягоды, а также несколько долек цитрусовых и лепестки цветов. И, наконец, в центр тарелки выложить мороженое. Хорошо ли то, что хлеб занимает главное место на нашем столе? Возможно, пришло время менять пищевые привычки. Давайте узнаем об этом прямо сейчас. Вот смотрите, чем темнее хлеб, просто по внешним показателям, тем больше мы видим в нем включений каких-либо. Видите, какие-то зернышки, какие-то, пожалуйста, чернослив я вижу. Вот этот хлеб полезный. И я хочу сказать, что я как диетолог только приветствую потребление хлеба. А вот около вас, Светлана, хлеб очень своеобразный. Посмотрите, он светлый, да? И если вы его разломите, вот попробуйте, разломите булочку. Посмотрите, он, конечно, красивый, чисто белый, такой пушистый. И вот рядом мука стоит. Он из такой муки сделан. Вот этот хлеб не полезный. И не просто не полезный для нашей фигуры, но и провоцирует достаточно нехорошие заболевания. Например, при сахарном диабете вот такой хлеб категорически противопоказан. А в умеренных дозах вот такой хлеб есть можно. Пойдем дальше. Без хлеба ни в коем случае нельзя составить рациональную систему питания. Нашим людям более близко слово диета, но я не люблю слово диеты. Это система питания. Чтобы оставаться стройным, хлебоболочное изделие, именно хлеб, вот такой, про который я рассказала, нужно употреблять в первой половине дня. И желательно отдельно. Потому что хлеб – это как каша. Давайте я прямо сейчас перечислю определенные критерии, по которым можно понять, полезный хлеб или хлеб вредный. Первое. Вы должны посмотреть вот даже внешне на разрезе. Чем он более неоднородный, чем больше включений. А если вы еще почитаете состав, там, например, не только пшеничная мука грубого помола, ржаная мука, пшеная мука, пожалуйста, ячневая мука. Поэтому если есть правильный хлеб в правильное время, вы будете стройнее, потому что ваш обмен будет более сильный, более мощный, скорость биохимических реакций будет хорошая. А вот тот хлеб, если употреблять, и употреблять даже не как отдельно, например. Вот я, например, ем хлеб как десерт. Мне очень нравится. Вот во время завтрака могу себе позволить. Но если вы постоянно сочетаете хлеб с любыми продуктами питания, если вы едите его вечером, если он у вас такой белый, то хорошего к вашей фигуре он не прибавит. Юля, скажите, пожалуйста, а почему в некоторых медицинских диетах рекомендуется есть именно белый хлеб? Ну, вот правда, вчерашний. Да, это действительно так. Чем отличается белый хлеб от ржаного хлеба? Прежде всего, с точки зрения попадания к нам в организм и физиологических процессов, которые они вызывают. Прежде всего, ржаные сорта хлеба, они повышают кислотность у нас в желудке, а, соответственно, повышают активность и ферментов поджелудочной железы, и ферментов дальше тонкого кишечника. И, значит, это дополнительная повышенная стимуляция. И, естественно, заболевания желудочно-кишечного тракта, как то язвенная болезнь, гастрит из повышенной кислотности, это очень достаточно распространенное заболевание, заболевания кишечника, поджелудочной железы, панкреатиты, которые тоже очень, к сожалению, распространены. Эти заболевания являются противопоказанием к применению такого хлеба. А хлеб белый, соответственно, он не так воздействует на кислотность, и особенно хлеб вчерашнего дня, он уже более черствый, он просто быстрее эвакуируется, и, соответственно, меньше оказывает отрицательного воздействия на поврежденную уже слизистую желудка или кишечника. А если свежий хлеб просто подсушить в тостере, такой хлеб лучше? Да, конечно, он всё равно несколько лучше, хотя при этом недостаточно мы добиваемся и влаги, и всё равно сегодняшний хлеб, он, видимо, по качествам, всё равно является свежим хлебом, как бы мы его ни подсушили. Даже сухари рекомендуется делать и употреблять в пищу не из свежего хлеба, а из свежего хлеба. Я наверняка сейчас скажу за всю страну. Самый мягкий, самый вкусный, самый бутербродный хлеб – это, конечно же, нарезной батон. На него и сгущёнку можно налить, и рыбу красную положить, и копчёной колбасы кружков шесть фигурно выложить. Давайте посмотрим, как выбрать самый лучший батон к нашему столу. На Руси к хлебу всегда было особое отношение. Хлеб на стол и стол при стол, а хлеба не куска, и стол доска. Так почтительно говорили о хлебе. Однако что-то мне подсказывает, что высказывания о народных дегустаторах, о наших хлебных конкурсантах, будут не столь уважительными. Давайте их послушаем. Отборочный тур начинается. Специально для программы была произведена контрольная закупка нарезного батона шести торговых марок. Настюша, Звёздный, Пека, Щёлково Хлеб, Воскресенск Хлеб, Хлебзавод-28. Ну, мне пока понравился образец номер два. Номер один – очень сухой хлеб. Номер первый – мужчина сказал, что он суховатый. Я считаю, что он просто на воздухе немножечко подсох. А так очень вкусный хлеб. Члены жюри в отборочном туре – обычные покупатели. Они могут проголосовать только за один образец батона. Все торговые марки засекречены. Номер шесть – вся треснутая буханка. Вот обычный сухари на молоке пробовали когда-нибудь? Ощущение такое, что хлеб просто чисто грубо засушен в микроволновой печи. Второй мне не понравился. Вы знаете, он совершенно пресный этот хлеб. Никакой. Конкурс продолжится в экспертной лаборатории, где и определится победитель программы. Номер четвертый – он какой-то такой серый оттенок, не очень такой приятный. Пятый тоже. А вот шестой – он такой золотистый, такой вот как бы яичный, такой оттенок у него. Очень неплохой. Мне очень понравился номер шесть. Я проголосовала за образец номер один. Очень вкусный, пропеченный, в меру соленый. Отменным хлебом всегда славились московские булочники. Широкой известностью пользовался Филиппов. Когда у него спрашивали, почему хлебушка только у него хорош, он отвечал, потому что хлебушка заботы любят. Специально для вас мы заботливо по крупинкам собрали самые интересные хлебные факты, перемешали и произвели на свет рубрику «Личное дело». Славяне всегда считали выпечку хлеба почетным и ответственным занятием. Еще в 12 веке во многих деревнях были специальные хаты-пекарни, где хлебники в основном из ржаной муки пекли хлеб. Он был кислым из-за особых заквасок – квасов, как их тогда называли. Но все рецепты держались в секрете и передавались по наследству. Мне вот понравился образец номер два. Он такой белый, хороший, свежий хлеб. Но я в основном люблю гороховый супчик, допустим, сделать гренки из хлеба на подсолнечном масле, натереть чесночком. Номер один, он универсальный, он подходит и для бутербродов, и для того, чтобы с первым видом его есть, со вторым. Низкокачественными считались пушные виды хлеба. Их пекли из непросеянной муки и называли «мекиной». Лучшим же хлебом, который подавался на стол в богатых домах, был крупчатый белый хлеб из хорошо обработанной пшеничной муки. Мне понравился больше всего пятый номер. Он наиболее вот такой хлеб, который раньше был. На самом деле нарезной такой хлеб. С удовольствием утром и будет пройдет из него. Да какая горчинка, он просто на самый настоящий хлеб. Вы уже забыли, что такое. Сейчас всевозможные рыхлители в хлебе в этом есть. А в этом нет рыхлителей, поэтому он соответствует именем старым образцам, гостам, которые были раньше в советские времена. В 19 веке в российских городах начали открываться булочные. В них продавали подовый хлеб в виде высокой толстой лепешки и формовой хлеб, напоминавший цилиндр или кирпич. О хлебе плохо не говорят. Любой хлеб вкусный, хороший. Но мне понравился больше всего третий номер хлеба. Третий номер больше понравился хлебушек. Он напоминает как бы даже горчичный чем-то. Он немножко ноздрясный, такой рыхлый, вкусный, свежий, мягкий. Номер один мне понравился, хлеб под номером один. Но он такой нежный, такой вкус у него, не знаю, мне понравился, я бы себе попробовала. Первый этап конкурса завершен. Голоса подсчитаны. Время объявить полуфиналистов. Наибольшее количество голосов было отдано за образцы под номерами. Один, три, четыре и шесть. Лидирует батон нарезной под номером один. Народное жюри выбрало четырех претендентов на звание победителя контрольной закупки. Это батон торговых марок «Настюша», «Пеко», «Щелково хлеб», «Хлебзавод-28». По результатам народного голосования лидирует батон торговой марки «Настюша». Полуфиналисты отправляются в профессиональную экспертную лабораторию, где продолжат борьбу за первое место контрольной закупки. Батон торговых марок «Звездный» и «Воскресенск хлеб», набравший наименьшее количество голосов, также пройдет лабораторное испытание. Но уже вне конкурса. Чтобы повысить продажи, американские риэлторы идут на хитрость. Перед приходом клиентов они распыляют в воздухе аэрозоли с ароматом свежей выпечки. Ведь запах хлеба повышает у людей настроение, успокаивает и создает ощущение тепла и уюта. Интересно, а какое воздействие оказали наши конкурсанты на недовитимых экспертов? Полуфинал. В первую очередь мы проверили все представленные образцы хлеба на содержание тяжелых металлов и пестицидов, которые могли попасть в продукт с мукой, а также изучили этикетки полуфиналистов. Содержание тяжелых металлов не превышает допустимых стандартам пределов. Нарушений нормативной документации также выявлено не было. Поэтому все полуфиналисты становятся финалистами программы. Конкурсную гонку за право стать победителем контрольной закупки продолжат 4 претендента. Это батон торговых марок Настюша, лидер отборочного тура, Пеко, Щелкова хлеб, Хлебзавод-28. Оказывается, за качеством хлеба на Руси следили уже при Петре I. Тогда, согласно царскому указу, за продажу сырого или маловесного хлеба провинившихся кондитеров следовало бить палками или кошками. В наши дни бить кошками я никого не призываю. А вот ударить рублем можно. У нас финал! Качественный хлеб должен быть хорошо пропеченным, пористым, без комков и следов непромеса. А после легкого надавливания принимать первоначальную форму. Поэтому в финале программы мы оценили хлеб по потребительским показателям качества. У образца под номером 1 на поверхности хлеба присутствует включение тёмного цвета. У хлеба под номерами 3 и 6 пористость оказалась неравномерной, в отличие от образца под номером 4. Итак, победителем программы становится нарезной батон под номером 4. Лидер отборочного тура батон торговой марки Настюша из конкурса выбывает. Победителем конкурса программы «Контрольная закупка» становится нарезной батон торговой марки «Щелково хлеб». Для любого хлеба нужны три ингредиента – мука, соль и вода. Вроде бы так просто, но сколько в этом опыта и чувств. Посмотрите, как вкусно готовят настоящий грузинский хлеб. Рецепт этого хлеба не нужно передавать из поколения в поколение. Он хранится в генетической памяти, и хатуна печет его так же, как и все женщины ее семьи – мама, бабушки, прабабушки. Мука, вода, соль. Сначала в глиняной печи Тане прогорают дрова. Затем горячие угли засыпают залой и печь накрывают для равномерного поддержания температуры. Сильный жар с раскаленных стенок Тане снимают, проведя по ним мокрой тряпкой. Теперь можно выпекать шоти. Каким образом пекли люди сперва хлеб? Первая горизонтальная печка была выдумана греками. Первый, так сказать, дрожжевой хлеб, поднятый такой хлеб, он был первый, как говорят, выдуман египтянами. Есть какие-то нюансы, которые тебе столько всего рассказывают о человеке. Почему ритуальные хлеба так похожи, например? Почему греческие ритуальные хлеба и по своим именам, и по своей форме очень похожи на грузинскую? Потому что мы имели вот эти влияния, да? Печь должна быть разогрета до температуры 300 градусов. Но тесто, при условии, что оно правильно приготовлено, не сгорит и не упадет в угли. Из него получится вкусный и ароматный шоти. Именно такой хлеб и делает хатуна. Сережа, слушай, вот у нас в России, ну, все привыкли, батон нарезной, буханка черного. А на Кипре какой хлеб? Ну, на Кипре делают хлеб полукруглый. В основном его делают в печах, добавляют туда много оливкового масла. А какой хлеб? Дашь посмотреть? Да, вот, как бы хлеб разрезаем на две половины. Сейчас мы его обжарим на гриле. И для чего я разрезал на ромбике, чтобы сюда затекло оливковое масло. Сереж, из какой муки? Вот этот белый батон? Из пшеничной муки. Этот, судя по всему, ржано-пшеничный. А этот серенький из чего? Этот хлеб из пшеничной муки с добавлением отрубей, горчицы и кунжут. Угу, слушай, здорово. Кстати, хлеб с отрубями гораздо более полезный для здоровья. О, ты уже обжарил? Поливаем оливковым маслом. Это экстра-верджин, то, что называется оливковое? Экстра-верджин, да. То есть холодного отжима. Не слишком ли много масла? Нет. Или много масла не бывает? Чем больше масла, тем вкуснее. Немного лимонного сока. Теперь понятно, для чего были сделаны эти насечки. Слушай, ты пересолил, мне кажется. То есть всего много. Много лимонного сока, много... И орегано. Много орегано, много оливкового масла. Мне кажется, что пересолил. Но не будем делать преждевременных выводов. Попробуем сначала. Отлично. Не пересолено. Лимонный сок, мне кажется, убирает соль, да? Нет? Освежает. Отлично. И что, вот так просто на Кипре едят хлеб? Да. Ну, я говорю еще раз. Даже без сыра? Без колбасы? Нет, сыр лежит рядом. Сыр, оливки. Сережа, здесь нет сыра, ты меня обманываешь. Сейчас будет. Здесь ничего не лежит рядом, здесь только хлеб. Но хлеб очень вкусный. Очень хорошая идея делать такой хлеб на завтрак. Сереж, ты не против, если я украду эту идею у тебя? Да. И буду говорить, что Сергей Бобров придумал, но с моей помощью, правильно? Да. Спасибо, Сереж. Очень вкусно. Срок хранения упакованного нарезного батона всего 72 часа. Если указан срок 120 часов, значит, в составе хлеба присутствует сорбиновая кислота. И по ГОСТу батон не имеет права носить гордое имя нарезной. Другие тонкости, которые необходимо знать, чтобы совершить удачную хлебную покупку, в рубрике «Звездная закупка». Привет, меня зовут Юлия Ковальчук, и вы смотрите программу «Контрольная закупка». Испокон веков считалось, что хлеб всему голова. И я не помню в детстве того дня, когда не хотела бы проснуться и не скушать вкусный бутерброд с белым нарезным хлебом. Так что давайте выберем сегодня белый нарезной батон. Иду на запах, иду на запах, боже мой, какая прелесть. Вот он наш батон нарезной. Вспоминая детство, когда мама отправляла меня за хлебом, я, конечно же, возвращалась без горбушки. Или вообще без половины батона нашего замечательного нарезного хлеба. И, знаете, я с детства точно хорошо помню, что батон должен быть овальной формы, со вкусным-вкусным ароматным запахом хлеба, и еще вот с такими параллельными полосками. Так что этот батон пока нам подходит. Юлия – настоящий знаток хлеба. У нарезного батона действительно есть госстандарты хлебной красоты. Его длина должна быть не больше 31 сантиметра, а ширина не больше 11 сантиметров. Хочу рассказать вам одну историю. Совсем недавно я участвовала в одном из телевизионных проектов Первого канала, далеко-далеко отсюда, и в Москве, где-то на островах. И вот как-то там мы выиграли конкурс, и нам достались кусочки, белого хлеба и пирог. И вы не поверите, мы все кинулись на этот белый хлеб, не посмотрели ни на пирог, ни на какой-то там сок. И вот так вот мы маленькими-маленькими кусочками кушали белый нарезанный батон, и думали, вот оно, счастье. Я знаю еще один способ проверки хорошего хлеба. Мама меня учила. Нужно на хлебное изделие нажать пальчиком. И если через 5-7 секунд оно восстановится в форме, значит, хлеб подходящий. Правильный способ. Хотя о качестве хлеба может рассказать и его состав. В составе традиционного нарезного батона должно быть только пшеничная мука, соль, сахар, маргарин и дрожжи. И никаких улучшителей вкуса и загустителей. А еще в одном из магазинов я видела хлеб, который хранится до трех месяцев. Мне кажется, это неправильно. Вот наш хлеб, мой уже хлеб практически, он хранится двое-трое суток. Мне кажется, это самое верное. Заберу этот хлеб тоже с собой. Вам желаю удачного дня, хорошего выбора. Смотрите «Контрольная закупка». Утиная грудка и пюре из каштанов уже звучит очень вкусно. А с медовым хлебом так вообще объедение. Медовый хлеб приготовить несложно. Обычное тесто на хлеб. Мы просто добавляем мед, что-то пряное, корицу, паприку. И доводим тесто до состояния такой густой замазки. А потом просто на силиконовый коврик я нанес это тесто и запекал где-то 2-3 минуты в духовом шкафу, 160 градусов. У меня получились вот такие вот замечательные чипсы. Утиная грудка с пюре из каштанов с соусом мерло и медовым хлебом. Для того, чтобы приготовить это блюдо, начать нужно с гарнира. Белые грибы обжарить в сотейнике до золотистой корочки. Добавить мелко нарезанный лук-шалот и в последнюю очередь очищенные каштаны. Залить куриным бульоном, тушить до готовности, а затем измельчить до однородной массы с помощью блендера. Подавать в стакане. Утиную грудку слегка надрезать и обжарить на раскаленной сковороде без масла. Для аромата добавить тимьян, розмарин и чеснок. Готовую грудку нарезать крупным кубиком. На тарелку поставить стакан с гарниром. Добавить немного соуса мерло, в который выложить утку. Украсить блюдо чипсами из медового хлеба, крес-салатом, цветочной солью и соусом. Все знают, что хлеб богат углеводами, а значит, это высококалорийный продукт. И злоупотреблять им не стоит. Но иногда желание съесть кусок хлеба бывает просто нестерпимым. Давайте посмотрим, какое количество хлеба безопасно для нашего здоровья. На конгрессе по вегетарианскому питанию в Таллине в 1990 году прозвучал доклад, в котором рассказывалось, что хлеб это смертельный продукт для здоровья человека. Набухая от кишечных соков, он закисляет внутреннюю среду организма, превращаясь в комья глины, налипая на стенках кишечника и создавая его непроходимость. Изменилось ли мнение ученых за почти 20 лет? Узнаем прямо сейчас. Алексей Владимирович, добрый день. Здравствуйте. А вы тоже считаете, что хлеб это яд? Изречение таллинских ученых, которое прозвучало еще в каком-то там далеком году, недавно совсем подтвердили американские исследователи. Оказалось, что белый хлеб способствует развитию рака кишечника. И это доказанный факт в лаборатории. Вспомните, Антон, чем мы клеили раньше обои, помните? Как это? Клеить? Крахмал, клейковина, помните, да? Так вот, оказывается, что белый хлеб больших количеств залипает на стенках толстого кишечника, особенно на изгибах, где затем возникает онкология. Но белый хлеб делается из муки. Кажа сама по себе, полезный продукт, много витамина. Дело в том, что та обработка муки, которая сейчас есть, витаминов там практически не содержится никаких. И все витамины, все микроэлементы сосредоточены в оболочке зерна, в основном. То есть если предложить вам вот такой красивый бутербродик с красной рыбой, но на белом хлебе и вот такой вот сухарик, вы выберете сухарик? Нет, я рыбу выберу. Вы оказались еще хитрее, чем я думал. Да, профессия обязывает. То есть лучше бутерброд, скажем так, это вот так вот мы делаем, да? И лучше даже без масла. Вот это идеальный вариант, да? Пожалуйста. Спасибо. Из древней Руси считалось, что вот мягкий хлеб, неполезный хлеб, что лучше есть вот на третий, на четвертый день хлеб, когда он уже подсох. Но тот хлеб, который делали на Руси, я вас уверяю, настоящий хлеб, выпеченный в домашних условиях, все хозяйки знают, кто вот пек хлеб, то что он и на второй, и на третий, и через неделю он будет все равно мягкий, поверьте мне. И без всевозможных разрыхлителей, консервантов. Разрыхлителей, загустителей и так далее, консервантов. То есть, если я правильно понимаю, вы хлеб в магазине вот белый не покупаете? Нет, мы не покупаем. Мы печем хлеб. А запах какой стоит, это невозможно передать. То есть, когда хлеб выпекается, запах на всю квартиру, отрезаешь ламони горячего хлеба с отрубями, с молоком, великолепный завтрак. Скажите, вот во время поста? Хлеб можно, да, есть и нужно есть. Есть дни, когда пост предписывает, по-моему, только хлеб, воду. Такие дни определенно есть. И ничего плохого в этом нет. Конечно, лучше бы добавить немножко белков, но пост есть пост. Другое дело, что пост у нас воспринимается только как ограничение в еде. А пост – это прежде всего ограничение... Ограничение негативных эмоций. Да, точно, вы совершенно правы. То есть, вот именно сознательная сторона должна быть на первом месте, а питание уже на втором, как вспомогательный элемент, а не наоборот. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Ну что же, есть или не есть – решать вам. Мы с вами делимся лишь фактами. Не хлебом единым жив человек. Хорошо, когда найдется тот самый кусочек хлеба и кусочек сыра, который на него положить. Ну или хотя бы листик салата. Очень известный итальянский сайенвич, который называют панини. Но я буду его сделать немножко по-другому, потому что я использую били-хлеб, который с базиликом. Это просто для вкуса. Я ее резю пополам. Вот так. Немножко на хлеб оливковое масло. Потом для этого ингредиенты. Я хочу сделать ближе к вегетарианскому варианту. Я возьму сухиний гриль. Я заранее ее жарю на гриле. Потом я добавлю реальные помидоры. Я так сделаю, просто очищенные помидоры сушит под духовкой на 70 градусов. Потом я возьму пикиос. Это французский больгарский перец. Или больгарский перец из Франции. Ребята, Андрей, пьюши мне базилик немножко. Вот. Потом я добавлю чуть-чуть перец. Свежий молд, вот этот. Немножко светочки с морской. И сейчас буду базилик. Андрей, как базилик? Спасибо. Вот, свежий листик базилика. И обычный итальянский. Я не буду добавлять моцарелла. А я решаю сделать, какой-то козий сыр с трюфелами. Я буду тонкой резать. Вот так. Видите, сколько трюфелей? И вот. Потом просто вот это закрываете. И на гриле. Если хотите хороший сэндвич, надо использовать хороший продукт. И процесс надо не просто там все добавить, там просто надо разделить наслаждение. Обещаю сэндвич продают с пакетом. Но я хочу ее подавать, как в ресторан. Немножко светочный соль. Немножко свежий перец. Чуть-чуть оливки и масла. И все. Никакой уксус, ничего. Просто перемешивай аккуратно. Конечно, надо попробовать на вкус. Супер. Самый хороший инструмент для повара – это рука. Конечно, должен быть чисто. Салат вот так выкладываем. Для красоты можно какой-то пары вяленых помидорах. Окей. Я думаю, что наш сэндвич уже готов. Вот наш сэндвич готов. Готово. Я буду ее резать пополам. И вот, смотрите. Вот сил уже так жидко стал. И вот просто. И вспомнил немножко Италии. Я взял немножко упаранный бальзамиков уксус для украшения. И даю такой кислый, сладкий вкус для сэндвича. Вы просто возьмите кусок сэндвича, намазали на бальзамик, и получаете такой сладкий, ну, кисть. И то же самое. Вот, пожалуйста, сэндвич панини, итальянское с французским приготовлением. Вот. Приятного аппетита. А нашей драгоценностью является коллекция рецептов. Ну и простите меня за отсутствие ложной скромности, еще и наша щедрость. Посмотрите, что мы сегодня для вас приготовили.